Вот так здесь в машину садятся, покрути в жопу посреди перегрёздка, вот это жутуха! Всем привет, я сегодня в чудесном городке Трентон, который является столицей штата Нью-Джерси, и мы поедем с вами сегодня покатаемся во всех смыслах замечательному месту. Вот и грохнули недавно. Ну вот я считаю, что практически любой город можно за очень короткий период понять, прокатившись по его центральной улице. Вот сейчас мы с вами едем по центральной улице города Трентон, называется она по-моему East State Street. И что мы с вами видим на центральной улице города Трентон? Проще сказать, мне кажется, чего мы не видим. Мы не видим множество людей, а сегодня, чтобы вы понимали, на календаре у нас суббота, а время сейчас 10 часов утра. Ну то есть прям самое такое, когда все должны выйти на улицы своего любимого города и променировать вдоль центрального проспекта туда и обратно. Ну вот какие-то люди есть, но мне кажется, к праздногуляющим они относятся мало. Есть много красивых зданий, интересных по архитектуре. Совершенно бесспорно, что Трентон был когда-то очень богатым городом. Но сейчас, судя по той картине, которую я вижу, он, конечно, им точно не является. Ну вот я покрутился здесь, ну с полчасика, наверное, чтобы хоть как-то начать ориентироваться. И вот все, что я увидел, это пустые улицы, это закрытые витрины магазинов. Вот прямо сейчас, смотрите, центральная улица, вот с левой стороны. Просто все физически закрыто рольставаниями, а на куче магазинов еще и висит объявление, что сдается в аренду. Я даже не знаю, это у них типа еще слишком рано, чтобы начать работать, или они в принципе здесь не работают. Ну вот, картина прекрасна. Люди, которые ходят по улицам, тоже вызывают у меня, в общем, больше вопросов, чем ответов. Немножечко такой частично зомбилент локальный, а частично какие-то странные, непонятные личности. То есть они с 9 утра здесь уже бродят, кто-то какие-то сигареты стреляет, кто-то просто стоит на перекрестке. То есть люди проснулись пораньше и пришли на свою точку, чтобы стоять и, видимо, созерцать мир. Ну, я, конечно, так сейчас тут просто прикалываюсь над себя над этим. Ну, мертвый совершенно центр города, что, в общем, для меня достаточно неожиданно. Я про Трентон, если честно, не знаю вообще ничего. Ну, то есть у меня очень поверхностные знания, я здесь никогда не был. И вот сегодня у меня сын, у него соревнования в соседнем Принстоне, я его туда отвез, но там нельзя присутствовать зрителям. Такие какие-то идиотские правила из-за ковида. Вот. И поэтому я решил, а не посмотреть ли мне чудесный город Трентон. И отправился сюда. Вот, в принципе, я его вижу с вами так же первый раз в жизни, как и вы. Я по этой улице один раз сейчас проехался, ну, чтобы просто понимать, как здесь что устроено. И вот еду сейчас второй. Ну, есть центральная улица осталась у нас за спиной, но центральная в плане магазинов и прочего. Я не знаю, может быть, здесь есть что-то центрея, но я этого пока еще не нашел. А впереди, ну, все-таки это столица штата. Это, соответственно, все органы власти, все чиновники, губернатор, ну, и вся эта вот толпа очень важных людей. Они заседают в зданиях, которые сейчас будут находиться вокруг нас. Тут и министерство образования, и сенат штата, и резиденция губернатора, еще чего-то. Хотя я, в общем, не особенно разбираюсь, где что находится. Плюс какие-то здания, они вот еще, видите, ремонтируются, и все в лесах. Ну, от города пока, если честно, впечатления очень-очень грустные. То есть видно, что здесь все плохо. Не знаю, насколько все плохо, но подозреваю, что очень сильно все плохо. Во всяком случае, по внешней картинке ничего радужного пока не нашел. Правда, в центре обнаружился Starbucks, как признак хоть какой-то цивилизации, но, по-моему, он даже не работает. Ну, вот пошли, я так понимаю, что попытки реновации, предпринятые наверняка еще в 60-х, судя по архитектурным стилям, что тоже достаточно типично для многих американских городков, которые пытались выкарабкаться из своих былых, в общем, заслуг. А вот если отъехать чуть дальше, то картина изменится резко и изменится просто в очень-очень худшую сторону. Вот буквально, если завернуть за угол от всего этого, сразу начинаются картины заколоченные окна. Я тут специально ничего не выбираю, не ищу. Тут эта картинка, она просто всюду. Сплошная заброшка, разруха, заколочено. Отсутствует жизнь. Даже на заправочной станции, которая, казалось бы, ну, центр притяжения, и то жизни практически нету. Вот какой-то стоит чувак в челме, и все. Вот это соседняя центральная улица. О, пожалуйста. Прекрасные пейзажи. Вот, и главное, что непонятно, вот эти вот заведения, они просто еще не открылись? Или они просто уже умерли и никогда к нам не вернутся? И все. И вот так квартал за кварталом. И это еще не самый, как я понимаю, плохой район. Это еще типа центр. Это еще прилично. Сейчас мы с вами отъедем немножечко в стороночку, и посмотрим, что же там нас ждет. Причем явно богатые когда-то дома. Явно красивые когда-то дома. Явно, ну, нормальный совершенно когда-то был город. Но когда-то это по архитектуре, опять же понятно, что это 19 век. И все это благополучно накрылось медным тазом. Ну, во-во-во, какой-то источник жизни. Какая-то, видимо, при церкви, я так понимаю, раздача, скорее всего, одежды бесплатной. Ну, мой опыт мне подсказывает. Здесь ничего не продается. Здесь просто люди, видимо, забирают одежду. Кому нужно что-то, кому нечего носить. Так. Ну что, давайте посмотрим, что происходит в жизнь в удаленных кварталах. Какова она? Такое ощущение, что заброшен каждый, ну, чуть ли не второй дом. Ну, не все, конечно, но очень-очень-очень много. Очень много заброшенных вот таких вот промышленных территорий. Какие-то, видимо, были стоянки, заводы. Ну, Трентон — это бывший индустриальный центр, причем достаточно большой. Вот все города, которые находятся на границе Филадельфии и Нью-Джерси, они, в общем, все с такой богатой индустриальной историей. Ну, вот еще один признак хорошего города в кавычках — это большие социальные дома. Ну, тут по архитектуре просто видно, что это социалка. Тут даже можно не гадать. Это совершенно однозначно она. Так. Даже машин на улице практически нету. Даже в этом Трентон совершенно мертвый. Ну, вот справа какие-то попытки что-то построить. Какие-то более-менее свежие домики. Но не могу сказать, что они как-то прямо оживили местный пейзаж. Все такое же, в общем, грустное и унылое. Ну, вот впереди мы такой крюк сделали, кружочек. Это центр. Это вот так это выглядит со стороны. То есть хоть какая-то высотная застройка здесь присутствует. Вот она. А дальше начинается малоэтажка. Ну, которая периодически разбавляется. Вот как сейчас с левой стороны стоит огромный паркинг. Видимо, какое-то очередное государственное здание. Ну и, соответственно, рядом пристроена большая многоуровневая парковка. А дальше до горизонта вот этот вот унылый полузаброшенный жилой фонд. И вот это все так вот миксуется. Что-то типа приличное. И сразу за этим вот такой вот домик. В другую сторону камеру поворачиваем. И опять вот такой вот домик. Непонятный совершенно. Хотя была явно какая-то площадь какая-то. Видите? Статуя. Кого-то с крыльями стоит. Вот так здесь в машину садятся. Покрутив жопой посреди перегрёздка. Вот это жутуха. Вот это я понимаю весело. Бедно. Мы в Тренте не живём. Бедно, но весело. Просто не возьмём поездку. Это я понимаю весело, я просто fácil velocidade своего... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие вывески, которые, по-моему, как повесили году в 70-м или 80-м. В общем, всё, что уцелело и не разбилось, то так и висит. То, что разбили, ну, просто больше нет вывесок. И всё. Здесь вообще по... Я даже не знаю, как это приличным словом назвать. Такой дизайн городской среды, он вообще такой очень сильный из прошлого. Так, это штаб-квартира пожарной охраны города Трентон. Ну, то есть пожарная часть номер один. О, для нас даже, видите, специально машина уезжает, чтобы мы могли рассмотреть во всех подробностях парк пожарно-городской. Машина, кстати, достаточно современная. Кстати, ещё один такой признак бедных городов – это техника. То есть если посмотреть на те машины, на которых ездят полицейские и пожарные, то очень быстро можно оценить размеры бюджета города. То есть, вот, например, есть такой чудесный город Паттерсон в Нью-Джерси, до которого мы с вами обязательно ещё доберёмся. Вот, когда я туда первый раз попал, у них автопарк был такой, отстающий лет на 15-20 от Нью-Йоркского. Ну, то есть мы ещё на старых Эмпауах ездили, когда в Нью-Йорке уже поменяли на новые Таурусы и так далее. Ну, видно, что в бюджете города денег нету, поэтому им приходится ездить на старые техники. И причём, чем техника менее важна, ну, то есть пожарный инспектор, например, который даже не пожарный, который тушит, а который проверяет дома, ну, то есть тоже городской служащий, но не настолько важный, чтобы у него был новый автомобиль. Ну, если в Нью-Йорке у него будет новая тачка, естественно, то в Паттерсене у пожарного инспектора был какой-то, ну, что-то внедорожник годов, мне кажется, 80-х ещё. То есть они, конечно, крепкие и долго ездят, но я такого старого автомобиля в городской службе пока не видел нигде. Ну, вот здесь вот пожарные и достаточно новые машинки, так что, наверное, здесь не так всё плохо. Дороги, вот прям тоже бросаются в глаза, в уши и в камеру трясущиеся. Дороги просто, ну, конечно, не самые ужасные, что я видел, но прям для Нью-Джерси прям кошмар какой-то они дороги. Раздолбанная, постоянно на кочках где-то прыгаешь. Таких вот ям прям серьёзных нет, но дорога фиговая. Что, в общем-то, и неудивительно. Что ещё можно отжидать от такого города, где явно живёт огромное-огромное количество социально неблагополучных людей. Тут же вот остатки, видимо, былых индустриальных историй. Это вот огромные железнодорожные узлы. Мы явно пересекаем что-то такое. Очень длинный мост над железнодорожной веткой, но настолько заборчики сделаны высокими, что я не вижу. И вот куда-то в прекрасные какие-то очередные кварталы Трентона мы сейчас с вами опять уедем. Это уже чуть подальше от центра. Это, ну, я не знаю, сколько здесь. Минут 10 на автобусе до центра. Прямо уже не окраина. Но можно сказать, что спальные районы. Ну, и вот здесь, я думаю, что Трентон сейчас будет во всей своей необычайной красе перед нами предстанет. Ну, вот уже, в общем, всё это бросается в глаза. Да, население, если я вдруг забыл об этом сказать, пока ещё, кроме чёрных людей, мне не встретился никто. Вообще. О, да, здесь классно. Я уже вижу, как здесь хорошо. Это, конечно, не Филадельфия, не Кенгсингтон, нет. Всё-таки здесь поприличнее. И даже не Камдон. Вот. Но уже чувствуется, что классно. Классно здесь. Уже, я уже не вижу обитаемых домов. Ну, пойдёмте проедем по этой улице. Как она тут в Трентоне живётся-то? Ну, всё, конечно, да, очень-очень бедное. Старые дома, всё, скорее всего, 19 века, ну, или самого начала 20-го. Всё это рабочие районы, в которых жили люди, которые когда-то работали на многочисленных заводах и фабриках. И вот сейчас всё это жильё превратилось в такое... Ну, трущобы после Кенгсингтона громковато звучит. Но, в общем, почти что они. Грязно, неухоженно разваливается. Очень много брошенного жилья. То есть видно, что люди здесь жить не хотят особенно. При том, что цены на жильё здесь весьма-весьма привлекательны. Я специально посмотрел приложение Zillow, и за 100 тысяч легко можно купить себе целый дом. Даже дешевле можно купить. За 100 тысяч это уже будете прям выбирать, какой вам больше подходит. А так и за 70 тысяч дома есть дешевле. Но что-то очередей не стоит, а домов на продажу очень-очень много. Ну, и вот такого, конечно. Вот прям то, что перед нами. Здесь мега-много. Подозреваю, что это какой-то... Нет, это школа была написано, что это William Cook School. Ну, я не думаю, что это значит, что дети остались без школы. Скорее всего, просто построили новую школу. А эту не придумали, что с ней делать. Денег на ремонт, скорее всего, не было. Ну, и вот оставили её. А она развалилась. Так бывает в таких городках. Ну, у нас такая совершенно однообразная застройка. И находится она в очень однообразном состоянии. В плохом. Во! Утро выпил, весь день свободен. Ещё только 9 утра. А люди уже в ликеро-водочные идут. Правильно? Я бы в таком городе тоже только этим бы и занимался. Какая прям милота. Коты бегают. Уютные зелёные улочки Трентона. С такими вот надписями. И вот с такими красивыми домиками. Zero Tolerance. Тут, я смотрю, полиция жестит. Дом на продажу. Дом на продажу. Другая сторона улица. Другая сторона улица. Не менее прекрасна. Супер вообще всё. Местные жители сразу-таки возбуждаются, когда тебя видят. Белого человека на какой-то хрен катающемся. По-моему, обитаем только один дом на улице, судя по всему. Welcome to our neighborhood. Добро пожаловать в наш район. Действительно. Добро пожаловать. Никогда ещё слова добро пожаловать не были столь издевательскими. Трентом. Остановись. Что ты делаешь? Кого-то грохнули недавно, судя по цветочкам. Ну, Трентон – это такой же город, жертва своего хорошего прошлого. Вот так это назовём. То есть, это город, в котором был серьёзный индустриальный рост, который привёл, естественно, к финансовому благополучию, к появлению большого количества жилья, к появлению большого количества рабочих мест, которые были востребованы, к переселению сюда огромного количества людей, которые здесь нашли себе работу и начали обустраивать свою жизнь. Ну, то есть, вот это вот все районы когда-то застраивались, потому что всё в Трентоне было хорошо. А вот потом начались проблемы, как и во всей стране, началась деиндустриализация. Период этот пришёлся на конец 60-х. Его очень хорошо ускорили местные вот эти вот бунты, многочисленные, которые прокатились такой горячей волной по Тренту. Вот, кстати, с левой стороны можно прям наблюдать индустриальное прошлое этого города. Ещё сохранившиеся, ещё какие-то стоящие дома промышленные. Но, правда, тут тоже либо заброшено, либо висят объявления, сдаётся. То есть, никакого использования у этих домов по назначению точно нет. Так, сейчас попробуем. Красиво было, очень живописно. Сейчас я вот такой вот кружочек сделаю. Посмотрим. Ну, посмотрите, какая красота. Можно прям снимать какую-нибудь экранизацию... Как он назывался-то? Герберт Уэллс. У него инопланетяне на ножках ходили. Война миров. О, вспомнил! Чудесно, чудесно. Мне очень нравится. Так вот, в 70-х начался исход производств из вот таких вот больших старых индустриальных центров, как Трентон. Сначала переход их куда-нибудь в более дешёвые в плане труда Южные Штаты. Ну, а потом окончательно производство утекло отсюда в Азию, в Китай. Ну, вот туда. То есть вообще ушло из Америки. И вот такие города, которые раньше жили прекрасно за счёт этого производственного огромного сектора, они превратились фактически в свою собственную тень. Потому что города были, то есть производственные площадки тоже были, рабочие были в большом количестве, дома жилые были, всё было, а работы не стало. И вот впоследствии всего этого мы с вами можем как раз сейчас наблюдать в полной красе. И слева, и справа, и впереди, и сзади. Везде происходит одна и та же картина. Старый развалившийся индустриальный город. И такого в этой части Америки, в нашей, к сожалению, очень-очень много. Какие-то города смогли справиться, какие-то лучшие из этой ситуации вышли, какие-то хуже. Какие-то, как Трентон, у каких-то картинка чуть повеселее. Но глобально проблема коснулась очень-очень многих. Интересный автомобиль, и цвет. Так сразу и не разберёшь, какой. Нормальная такая заброшка в Трентоне. Какой-то старинный особнячок. Очень даже ничегошный такой. Лежащий в руинах. Я, кстати, впервые вижу, чтобы был такой список запретов в городском парке. Во-первых, написано, нельзя распивать алкоголь и наркотики. Про наркотики отдельно уточнили. Нельзя заезжать туда на машинах. Нельзя уничтожать деревья, нельзя слушать громко музыку. Ну и так далее. Вот обычно как-то попроще всё-таки запреты. Людям не надо объяснять, что вот этих вещей делать не нужно. А здесь, видимо, приходится. Ещё глобальной проблемой исхода производств и потери рабочих мест является проблемой нехватки бюджетов, денег в бюджете города. Ну, то есть, это же живой организм, который живёт, уже притёрся, привык к определённым расходам. Есть полицейские, которые получают зарплату, есть пожарные, есть городские служащие. Ну, то есть, это находится в каком-то условном равновесии. И вот у вас вдруг в городе кончаются деньги. Соответственно, городу нужно что-то делать. Так, сюда мы, по-моему, не попадём. Ну, сейчас сдам назад. Я не хочу тут с местными жителями выяснять отношения, зачем они перегородили улицу. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так, едем назад, тут машины вперёд. В общем, какой-то дурдом, но деваться нам некуда. Так. Вообще-таки, кварталы, в которых не хочется застрять. Особенно, когда у меня камера лежит на панели большая, которую видно. И народ сразу начинает нервничать. Что тут, типа, происходит-то? Зачем тут чувак катается с камерой? Ну, вот та картинка такая же и здесь. Заброшено, ну, блин, ну не каждое второе, но каждое третье, каждое пятое здание. Это прям какая-то беда. Магазин товаров для красоты, по-моему, сам по себе прекрасен. Ну, тоже вот атрибут хорошего города, это всё в решётках, всё в железных дверях, всё заколочено, забито и укреплено максимально. Вот, казалось бы, ни ликёроводочный, ни обналичка чеков и всё равно. Стоянка, ну, хранение вещественных доказательств Трентонской полиции. А вот как раз история, про которую я вам рассказывал. Вот, возраст местных автомобилей здесь тоже нормальный. Какой-то special service unit. Я понимаю, что машина там, наверное, использовалась 10 раз за всю свою жизнь, но тем не менее. Какого она года? 86-го? Местные полицейские представляют себя чем-то вроде суперменов. Но что-то мне подсказывает, что местные жители с таким не очень согласны, с такой характеристикой. Красивое, между прочим, здание арт-декошной школы. И школа, что удивительно, до сих пор работает, не заброшена. Кстати, вот объявление на заборе, что ищутся водители автобуса, оплата 26 долларов в час. То есть, вроде городочек измученный весь, а за 26 баксов в час работать можно. Но при такой-то стоимости домов и прочего, вполне неплохие деньги должны быть. Но если ищутся водители, видимо, всё равно дефицит рабочей силы. Дефицит рабочей силы. Продолжаем изучать прекрасное. А оно здесь, как мне кажется, повсюду. Но вот, судя по таким муралам, помимо афроамериканского населения, здесь ещё явно присутствует латиноамериканское. Пуэрто-Рико, судя по флагам. Какие прекрасные улицы. Без людей, машин. Вообще без ничего. Вот с такими рисунками на стенах, например. Кто это? Хоть как-то разбавил пейзаж велосипедист. Который на меня очень странно посмотрел. Типа, чувак, что ты здесь делаешь? Я даже не знаю, здесь проехать-то можно или нет. Слушай, какие-то муралы актуальны. Чувак с травой, сват, полицейские. Я подумал сначала, что это какая-то полиция штата. Это, на самом деле, чувак, который, я так понимаю, толкает тему с травой тут активно. Ну, законодательство, чтобы штаты изменились. И это, судя по всему, его штаб-квартира. То есть, у него полицейская тачка. Причём вот эта вот жёлтая и синяя должна быть полоса. А у него жёлтая и зелёная. Написано Уитман. Уборщики в центре города перемещаются вот на таких вот автомобильчиках по тротуарам и собирают мусор. Ну, на самом деле, достаточно чисто. Это тоже удивительно. Потому что, видали, мы и погрязнее города. При таком сочетании бедных и проблемных людей, в общем, здесь явно хорошо убирают. Так, по-моему, это самое приличное место, которое я видел в Трентоне. Вот даже и Старбакс есть. Не, он даже работает, наговариваю. Это какая-то, похоже, историческая улица. Типа должна быть туристическая и много людей, но, в общем, людей нету. А те, которые есть, те же самые, что и в остальных районах. Ну, Старбакс это прям признак прогресса. Хотя, из чиновников должно быть вагон и маленькая тележка с хорошими зарплатами, с хорошей социалкой, которые должны все это кормить вокруг. И ресторан должен быть, и магазины. Так, еще какая-то социальная движуха какой-то стоит. Не вижу, что там написано. Что-то церковное, какой-то автобус. А, раздают еду. Вот люди подходят и протягивают руку, им что-то дают. Подозревая, что еда. То есть, сегодня много людей мы видели у раздачи одежды и у раздачи еды. А, вот здесь еще тоже церковь и тоже раздают еду какую-то. И куча очередных бродящих личностей посреди дороги прямо. И полиция, пока я вижу, только работает на стройке. Тут что-то ремонтируют. Ну и как обычно полицейские типа дежурят, обеспечивают безопасность. Хотя, непонятно. Тут, по-моему, других проблем куча. Помимо дежурства на стройке. Причем куча красивых зданий. Старых. Вот, например, здания старой библиотеки. С таким мраморным белым фасадом. С более поздней пристройкой. Но все очень классно. И вот в таком вот окружении каких-то очередных пустырей, ставших парковками. Тоже, кстати, очень много людей, которые на таких вот креслах передвигаются. Я так думаю, что они по всяким социальным программам, по страховкам их получают. И катаются. Так. Там два черных бро, которые на меня внимательно смотрят. Не буду их снимать. Shine bright like a diamond. Слова одной песни. А к старому зданию Сити Холла пристроено вот такое более современное. Вот оно. Ну, тоже такое модернизм такой. А вот старое, с которого мы с вами, в общем, начали. Какие-то старые особняки и старое здание фабрики. Но, правда, еще не разрушенное. Что-то там происходит внутри, и даже сдается оно в аренду. В отличие вот от того, которое впереди, где уже не происходит ничего. Ну, мне это все больше всего напоминает Филадельфию. И архитектурно, и, так сказать, энергетически, и духовно. Я не знаю, как здесь выразиться. Но, в общем, если вот так вот не знать, куда тебя привезли, покататься здесь, то я бы сказал бы, что я сейчас нахожусь в Филе. Потому что, ну, пейзажи прям реально один в один. Вроде как бы все умерло, но не до конца. Вроде депрессивно, но какая-то жизнь присутствует. Ну, вот и здесь то же самое. Со всех сторон очень все по-разному. Вывеска мороженого. Сколько же ей лет-то, интересно. Реклама льда. Прикиньте. Ну, сам факт. Рекламировать лед. Большой лед, маленький лед. Измельченный лед. Странно это в нашем, в 21 веке. Ну, вроде уже такая вещь, которую не надо рекламировать. А когда-то надо было. Вот очередные какие-то руинированные остатки былой фабричной роскоши. Красота. Красота. Это уже так давно заброшено, что даже табличка заржавела. Что это частная собственность и нельзя туда проникать. Такие церкви мощные тоже были когда-то. понастроены. Я, кстати, не знаю, как я могу это объяснить, но я точно уверен, что здесь уже район, где живут не афроамериканцы, то есть не черный, а латиноамериканцы. Вот как-то вот что-то в воздухе изменилось. Вроде так же все уныло, а точно другие люди живут. Вот сейчас проверим. Ну да, по пешеходам видно, по людям на улице, что здесь уже пошла Латинская Америка, Пуэрто-Рико, Мексика и все остальное. Вот как это работает? Почему я увидел, что район другой? Что-то вот другое. Что-то не так все уныло, не так все раздолбанно. Вот чуть плохо, но чуть получше, чем было. Хотя заброшки тут хватает. Тоже проезжаешь, на одном квартале стоит несколько заброшенных зданий. А вот что, оказывается, в тренде не есть. Даже неожиданно. Лайт-трейл. Ну, то есть, не метро, а не электричка. И не трамвай. А что-то посрединке. А еще я нашел, что вот этот огромный монстрозный дом это на самом деле тюрьма местная. Причем такого строгого режима. Тоже прямо в городе находится. Рабочие места, сидячие места и рабочие места. Джон Роблинг, это человек, который спроектировал Бруклинский мост. Он его не смог построить, потому что он погиб еще до начала строительства. Завершал строительство его сын. А на самом деле жена сына построила Бруклинский мост. Но эта история другая. Но так как Роблинг был довольно-таки известным инженером и строил и мосты, и акведуки по всей Америке, то для того, чтобы получать нужные материалы и сталь, а главное, провод. У него была большая проблема с поставками нормального провода, из которого вязали ванты моста. Так вот, он открыл свою собственную фабрику. И на территории этой фабрики мы сейчас с вами находимся. Но здесь частично это руины. Частично это такой редевелопмент. Это часть фабрики, вот как здесь. Цеха просто превращены в торговый центр. Супермаркет, ликероводочные магазины и так далее. Вот даже магазин называется ликероводочный, видите. Welcome to Роблинг. Вообще космическое, конечно, сочетание. Тут же полицейский в бронежилете, тут же человек на этом кресле электрическом катается. Ну, в общем, частично фабрика, мы прям по какому-то цеху сейчас с вами едем, она ожила, частично она до сих пор лежит в руинах. Но фабрика Роблинга, это был крупнейший в свое время в Трентоне работодатель. Это как раз вот та самая история индустриального заката, когда все необходимые ингредиенты для строительства мостов производились в Америке, а сейчас это все лежит в руинах и в лучшем случае превратилось в какой-то, видите, торговый центр. А вот напротив, через дорогу вообще ни во что не превратилось, поэтому там пока просто живописный абандон. Так что в Трентоне не просто история, а история, связанная, в общем, с достаточно известными на весь мир объектами архитектурными, как, например, Броклинский мост. И мост Golden Gate Bridge, который находится в Сан-Франциско, если я не ошибаюсь, тоже строила и участвовала у его строительства тоже компания Джона Роблинга. Так что по всей стране они прокатились. И вот все, что осталось от этого былого величия. Сейчас я вот здесь остановлюсь и поснимаю какие-нибудь картинки. Построено в 2011 году, перестроено в 2012. Трентон город ржавых табличек. Все настолько запущено, что уже даже то, что запущено, заржавело. Судя по всему, склад старой брусчатки. Где-то на улице сняли и просто сюда скинули. Пейзажики, конечно, зачетные. У меня очень интересно получается гулять по Трантону. То есть я вот ехал мимо здания фабрики Роблинга, а решил остановиться, фоточки сделать. Остановился, дошел до другого конца. Делаю фотографии, сзади меня черная тусовка, начинается драка. Народ начинает другую бить. Вот. И я такой развернулся, думаю, нет, ребята, в другой раз зайду к вам. На меня что-то так косо смотрят. Дошел до машины, думаю, пойду вперед прогуляюсь. Иду вперед, там такая же тусовка стоит, тоже косо смотрят. Так, ладно, сегодня гулять не будем, все нормально, хороший город. Вот явно когда-то было хорошее здание, а сейчас оно, по-моему, вообще просто брошенное стоит. Многоквартирное жилое. И народ с баночками ходит денежку просить на перекрестках. Тоже нормальная фигня. В руинах обитает местный бомонд. Вот этот мужичок, который со стаканчиком шел, он такой раз, в щелку пролез и ушел куда-то туда, внутрь фабрики. Так что там еще и те ошиваются персонажи, я чувствую. Мы выжили. Я уж не знаю, что они тут выжили. По-моему, Чернобыльскую катастрофу они тут пережили, судя по картинкам. И по городу, как он выглядит. Но точно не ковид. Тут еще между улицами есть такие живописные переулки, где раскрывается, как мне кажется, вся красота этого города. Тут прям мега уютно. Посмотрите, какие зеленые зоны, огородики, парковки. То есть это все то же самое, только с обратной стороны. Собака в будке сидит. Круто. Но вот люди заезжают, видите, домой, открывают ворота и паркуют свой автомобиль на личном парковочном месте. Роскошно живут жители Трентона, надо сказать. Я так понимаю, что это тоже такая центровая районная улица, где много магазинов. И тут повеселее, чем в самом центре, где мы с вами были раньше. Правда, все веселье у меня за спиной осталось, но уж поверьте мне на слово. Вот. Здание банков. Красивые, старые, никому нафиг не нужны. С другой стороны, пустующие дома. Да, Терега такая мощная. Классная. Вместо фабрики Рёблинга теперь у них, я так думаю, главный работодатель. И главная достопримечательность. Масштабно. Строгий режим. Не забалуешь. Автоматчики по одинаковых как сидят. Ну, тюрьма чистая из кино, конечно. В общем. Думаю, что в фильмах вы подобное видели и не раз. Мрачная, здоровая, кстати, Терега-то. Ни один городской квартал занимается. Ну, кстати, прикольно. В старом промышленном здании сделали какую-то огромную автомойку. Ну, где вас моют туннельная мойка, а дальше вы сами стоите, пылесосите машину и вытираете всё там. Так вот, по количеству пылесосов, меня она впечатляет. Я такой большой вообще никогда не видел. Ну, огромная, гигантская. Просто король всех автомойок. И это в Трентоне. Синий дом, ничего-то, кстати. Веселенько на фоне остального. И телефон, автомат есть. Можно позвонить, если что. Тренды, не надо сказать, не всё так плохо, как может показаться. Вот я отъехал чуть в сторону и нашёл вот такой вот парк. И райончик вокруг. Ну, как бы, ещё не блещет идеальной частотой и ухоженностью, но уже гораздо лучше, чем то, что мы видели до этого. Судя по всему, местный бейсбольный стадион. Ну, то есть, сто процентов он. Не знаю, как здесь команда называется. Парк, кстати, это очень интересное пространство, обустроенное прямо над хайвеем. То есть, вот хайвей, а вот парк. То есть, фактически, это верхний ярус хайвея. Ну, в Нью-Йорке много таких мест, где такие решения применены. Самый известный, наверное, Бруклин-Хайтс. Примерно такой же. Но есть и на Манхэттене. В нескольких местах. Ну, и райончик прямо напротив парка. Ну, вот сильно повеселее. Зелено. Местами ухожено. Не мусорно. Ну, и тихо, спокойно. Никаких прознашатающихся личностей я здесь не видел. Размер некоторых домиков, но близок к кукольному. Есть такие таунхаусы кирпичные. А рядышком вот деревянные будки двухэтажные. Ну, и как только вернулась высотная застройка, значит, что мы вернулись в правительственный квартал. Тоже веселого, если честно, мало. Какая-то пустота. Какие-то руины. Вот это интересно, что такое было. Немножечко разломали домик. Круглый. Что-то, я подозреваю, это было административное. Что они либо сносят, либо реконструируют. Скорее, конечно, сносят. Ну, и огромная парковка для чиновников. Которые живут, как всегда, где-нибудь в пригороде, где все хорошо и благополучно. А сюда просто приезжают на работу. И с реальностями. Пересекаются, скорее всего, мало. Ну, они, конечно, о них знают. Никто, что они слепые и глухие. Но живут они немножко в другом мире. Да, я выяснил, здание в лесах – это капитолий. Но красоты оценить мы не сможем из-за того, что оно сейчас находится на реконструкции. Что, кстати, очень критикуется. Потому что они на него потратили типа 600 миллионов долларов. При том, что город, в общем, мягко говоря, немножко в жопе находится. А чиновники будут сидеть в новеньких офисах. И не всем это нравится. И я могу их понять, местных жителей. Флаг штата Нью-Джерси. Такой же желтенький, как и номер. Кстати, хочу обратить внимание на один интересный момент. Сегодня 8 мая. То есть сегодня V-Day. День Победы в Америке. Он не 9 мая, а 8 мая. В общем, такая знаменательная дата. И Америка в войне приняла достаточно большое участие. Вот в Нью-Джерси, в центре административного квартала, находится мемориал. Причем, я так понимаю, что достаточно свежий, судя по технологиям изготовления. И я не вижу здесь ни ветеранов, ни возложения венков, ни вообще чего-либо связанного с Днем Победы. То есть вроде как бы он есть, а вроде как бы его и нет. Даже Сталин присутствует. Тут интересно сделан такой таймлайн, когда что происходило, в какие даты. Причем в мировой истории, ни же в нежурсийской истории, ну как бы как это связано с войной. Так вот, у них отчет войны идет от 1 сентября 1939 года. Соответственно, 3 сентября Британия, Франция, Австралия, Новая Зеландия объявили Германию войну. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Вот здесь это указано. Но, в общем, как одна из дат Второй мировой войны. Отдельно указана Сталинградская битва. Курская дуга указана. И дальше у нас пошла... Союзники освободили Париж. Союзники освободили Европу. Битва. Ялтинская конференция. И 7 мая 1945 года. ВИИДЕЙ. Виктори и Европе. Победа в Европе. День победы во Второй мировой войне. На Европейском фронте, опять же. ВИИДЕЙ. 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 Интересно, что на мемориале указаны те, кто его спонсировал. Можете себе такое представить, что у военного мемориала, посвященного Второй мировой войне, может быть кто-то, кто уделял на него деньги, кроме государства. Так вот, больше всего денег выделил штат Нью-Джерси, а вот, например, здесь есть компания Getty Images. Ну, все, кто работают с дизайном, с фотографией, прекрасно знают, кто эти такие ребята. Какие-то фонды еще. Компания Verizon сотовая. А с этой стороны указаны всякие ветеранские организации. И это, кстати, мемориал, который находится прямо напротив Капитолия. То есть, это самое-самое центровое место. Надо посмотреть, когда его открыли, но он совсем свежий. Ему, может быть, лет 10 максимум, как мне кажется. Такой он новоделом попахивает. И одна часть посвящена Европейскому фронту, а вторая Тихоокеанскому. Тут же калаш из фотографий и такие же даты в истории мировой и в истории штата Нью-Джерси, как он в этом принимал участие. Тут, кстати, интересный момент, потому что я сказал, что День Победы 8 мая, а на монументе было написано 7 мая. И кто из нас прав? На самом деле, правы оба, потому что 7-го была подписана капитуляция, а в силу она вступила 8-го. Но там вот еще вопрос с часовым поясом, по которому это считалось, но официально празднования были 8-го мая, а подписали капитуляцию 7-го мая. А у нас празднуют 9-го мая. И во всем мире война вторая мировая, а у нас Великое Отечество. Ну и по масштабу того, как это сейчас у нас отмечается, я думаю, что вы сами все видели. Сравнивать просто нечего. Здесь это достаточно рядовая дата, думаю, что если остановить человека на улице и спросить у него, какой сегодня день, то большинство даже не смогут ответить. В городе присутствует гигантская надпись Black Lives Matter, через всю улицу идущая. Но было бы удивительно, если было бы не так. После того, что мы с вами видели, где мы с вами прокатились, было бы странно, если бы здесь такого не было. Я так понимаю, что вся эта движуха Билэймовская очень сильно поспособствовала той картине, которую мы с вами увидели. То есть многие витрины в центре города, они были закрыты, как мне кажется, не потому что там какой-то кризис с ковидом, а потому что там прогулялись хорошо Билэймщики, там видно было по некоторым офисам, что ребята заколотили окна и решили их не расколачивать. Ну то есть и так городу нелегко, и так он в тяжелом состоянии находится, в прединфарктном, я бы сказал. Так вот еще и эти ребята в борьбе за свои права, вот сделали своему же собственному городу только хуже. Парадоксальная история. Знаете, райончик, как я посмотрю, побогаче. Это я в другую сторону от центра отъехал, и здесь просто по размеру домов видно, что в свое время жила публика более обеспеченная. Картина тут точно такая же, люди точно такие же, и выглядит все так же, в общем, вполне уныло себе и запущено. Но архитектура, видно, что когда-то была гораздо интереснее. Например, такие многоквартирные дома. И тут же это все так разбавлено социалочкой, чтобы не скучно жилось местным жителям, когда-то было. Тут же построили какие-то, видимо, социальные дома или дома для пожилых, я уж не знаю. Ну, от того, что это был хороший район, сегодня ему легче не стало. Ну, сами можете посмотреть. Что все, в общем, то же самое. Спасибо тебе, Иисус, за трендом, что сохранил. Могло уже хуже быть. Ну, я так понимаю, что это наследие былой роскоши в виде вот таких вот сохранившихся особняков, очень неплохих. Но райончик тоже так себе, мягко говоря. Вот тоже, например, видите, дом заколоченный. Хотя явно был очень-очень богатый. Ну и посмотрел цены. Домов мало здесь продается. Не сказать, что прям толпа. Ну, вот один за 300 тысяч. Ну, для Трентона, в котором дома стоят 70-100, 300 – это прям дофига. Это как уже миллионы в других городах. Хотя за 300 тысяч такой дом купить – это, конечно, круто. Если бы еще жить здесь было можно, то был бы неплохой вариант. Ну, вот в некоторых домах даже, я сейчас проезжал, были видны следы какой-то реконструкции. То есть, видимо, кто-то все-таки что-то выкупал и сюда переезжал жить. Потенциально-то, конечно, район очень крутой. Ну, явно дорогой, фешенебельный в прошлом, красивый, застроенный классными домами с историей. Ну, прям вот живая история перед нами. Но город вокруг вы сами видели. Оно же, как бы, история – это, конечно, все хорошо, но хочется еще и в живых остаться, и с кошельком в кармане, и… ну, и вообще. Поэтому, конечно, если здесь и живут граждане, то, видимо, те же самые, просто чуть более обеспеченные. А вот чтобы качественно сменилось население, тут я даже не знаю, что должно произойти. Хотя вот здесь уже какие-то белые люди ходят. Их вообще раньше не было. Здесь уже стали появляться. Не знаю, что это впереди, но это очень красиво, изящно и необычно для конструкции моста. Наверное, это мост. Но я не знаю, что там наверху. Наверное, железная дорога. В общем, построен это явно еще до того, как появился арт-деко. То есть какой-нибудь год-десятый. А вообще-то, судя по карте, наверху какой-то парк. То есть, по идее говоря, должны быть престижные районы рядом с парком. Ну, сейчас мы туда заедем, посмотрим. Парк называется Кад Валдер Парк. И, как я и подозревал, построен он был Федериком Олмстедом. Тем же самым, который строил когда-то парк Центральный. Ну, он отметился по всей стране, поэтому это неудивительно. Но в хорошем, богатом городе не могло быть иначе. И Федерик Олмстед проектировал и это ландшафтное пространство. Это уже 1890 год. Это уже почти самый конец века XIX. Увлечение повсеместно вот такими вот парками живописной школы, чтобы было как на картине. И Трентон, как мы видим, здесь не отставал. Единственное, что закрыты везде дороги. И надо идти пешком, а я этого делать не буду, потому что просто времени уже нет. Поэтому развернусь и поеду дальше. Парк большой. Ну, видно на карте прямо, что достаточно крупное пятно. И судя по тому, что он построен в 1890 году, это должно быть мост железнодорожный. Там явно шла железнодорожная ветка. Ну, и, соответственно, архитектура у него такая же еще XIX века. Ну, необычный объект для мостов, он достаточно необычный. Такой неоклассицизм в дизайне мостов вообще редко встречается. Ну, и как положено в хороших американских городах, рядом с парком должен быть, ну, совсем хороший, совсем престижный, совсем дорогой и красивый район. Ну, богатые же они не дураки, знаете, селиться. И это он. Мы с вами куда-то приехали, где в Трентоне впервые Трентон не похож на то, что мы видели. Не похож, я бы сказал, на самого себя. Тут и богатые дома, и все в достаточно приличном состоянии. Ну, и вообще, городская среда выглядит совершенно не так, как выглядело до этого момента. То есть, есть и хороший Трентон, оказывается. Ну, я совершенно не удивлюсь, если отъехать немножко от города, там начнутся прекрасные, уютные пригороды. Это как бы нормально. Плохой центр, хорошая окраина, это, в общем, история давно известная. Но вот здесь вот, видите, даже в самом городе, а это достаточно близко от Капитолия и вообще от тех мест, где мы сейчас с вами были, очень-очень достойный, очень-очень приятный райончик. С каменными такими домами классными, такой тюдор разный. В таком Трентоне я бы поселился. И прям все ухоженное, вылизанное. Могут же, когда захотят. Ну, стоит отъехать на один квартал и опять начинается. Опять пошла картинка. Какие-то заколоченные дома только что мне мелькнули. Ну и как-то все. Трава уже не стрижена, фасады не крашены. И сразу же это бросается в глаза. Вот буквально за угол заехали. Ну, это опять же для Америки совершенно нормально. И да, опять все, как мы привыкли. Все, как мы любим. Ну, это удивительно рядом. Вот это магазин. Ну, как бы с решетками, со всеми делами. И это район прямо напротив парка. Ну, то есть должно быть самое престижное и классное место, когда вы живете прямо через дорогу от классного парка. Но в других городах. Ну, не в Трентоне. Я туда заехал, в эти кварталы. В общем, там, ну, не трешак, но... И не тот прекрасный район, который мы только что с вами недавно видели совсем. Настала самая грустная минута, когда нужно покидать чудесный город Трентон. Ехать забирать сына. Вот. Так что я уже буду заканчивать съемку. Сразу скажу всем, кто потом в комментариях пишет, а есть такие любители, критиковать. Приехал в Филадельфию, а город с богатой историей, и первая столица США, и декларация была здесь подписана, а он прошелся по центру и съел сосиску. Люди, вы меня что, за британскую энциклопедию принимаете? Или за канал Discovery? Я вот что увидел, то и снял. Где успел погулять, то и показал. Поэтому вот какой Трентон я увидел, такой я вам показал. Больше мне про него рассказать нечего. Я в нем первый раз в жизни. И подозреваю, что может быть даже последний. Возвращаться сюда мне точно не хочется. Ничего интересного для себя я здесь не нашел. Поэтому какой на самом деле Трентон, я знать его не знаю. Может это райский сад, и я все пропустил. Вообще классный город. Жить великолепно. Прям бросай все, переезжай. Хотя, судя по тому, что я читал в комментариях в интернете, к подобным постам народ спрашивает, стоит ли переезжать в Трентон или нет. Там ответ у всех однозначно не надо. Там пригороды, пожалуйста. Какие-то районы по соседству, пожалуйста. В сам Трентон не нужно ехать. Поэтому я подозреваю, что все-таки мой взгляд совпадает с той картинкой города, которую я увидел. Может быть здесь стрэшак, опасно по улицам ходить, стреляют через минуту. Я тоже этого не знаю. Я вот просто катаюсь, смотрю и снимаю. Больше ничего. Все, что успел за вот эти несколько часов, то и объехал. Поэтому вот такой у меня получился Трентон. Я в него точно не влюбился. Не захочу сюда переезжать. И другим, наверное, бы не советовал. Потому что слишком много в этом городе социальных проблем, которые, по-моему, власти вообще не знают, как решать, пока здесь не произойдет смена населения. Или хотя бы не увеличатся его доходы и социальный уровень жизни. Вряд ли в этом городе что-то глобально изменится. Поэтому городок, в общем, в такой... Из разряда, куда не поедут туристы. Я так это называю. Туристам здесь делать точно нечего. Ну, а я, можно сказать, даже немного расстроился. Потому что, если честно, я не ожидал, что в столице Нью-Джерси будет настолько жопа. Но все-таки как-то я ожидал, что будут бедные кварталы, социальное жилье. Ну, как бы не без этого. Но как-то все совсем трешово. Я уж не знаю, день такой. Или мне не повезло, или еще, или погода, или что, или звезды, или Марс не там находится. Я не знаю. Но, в общем, город очень-очень депрессивно выглядит. И это, конечно, не может не расстраивать. В общем, спасибо, что досмотрели. Спасибо, что покатались со мной по Трентону. Это было интересно. Вот. Поэтому будем дальше изучать подобные города, места. Их еще полным-полно. Куда-то захочется вернуться. Куда-то точно нет, как в Трентон. Но интересного все равно много еще впереди. В общем, спасибо, что были со мной. Спасибо, что досмотрели. Лайкайте, комментируйте. Давайте обсуждать увиденное, но делать это с уважением к собеседнику. Огромное спасибо всем, кто поддерживает канал. Эти видео выходят благодаря вам. Это очень-очень круто. Жму прям руку. Если хотите поддержать, если вам нравится то, что я делаю, то ссылка есть в описании. Заходите, не стесняйтесь. А так, до новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Кто же это вообще такое? Я вам очень советую съездить сюда за этими эмоциями. Скажите, что это весьма тремное развлечение. Самого себя теряю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...